Русские невероятно способная нация. Схватывают на лету самые сложные задачи. Кетчуп. Кепчук. Фалагница. Они и сами кого угодно научат. Но, несомненно, ужасному, жестокому и нечеловеческому. Какой родной трясется, сука. Давайте откроем матрешку и узнаем, каким уроком нечеловеческой жестокости учит Путин другие страны. Власть никого не боялась и никого не боится. Что получает за это взамен? И какая расплата ждет бункерного правителя за его манию величия? Взрывы, массовые погромы и бесконечная ярость толпы. Иранское восстание против режима Айятол, охватившее 130 городов, пробудили обычные женщины. А вскоре подхватили едва ли не все иранцы. Пойти против кровавого режима людей заставило зверское убийство 22-летней Махши Амини. Ее насмерть забила камнями дикарская группировка. Назидательный патруль. Палачи посчитали, что девушка неправильно носила хиджаб. Так один человек поднял на восстание десятки тысяч. Мировые СМИ уже называют восстание в Иране революцией. А это типичное восстание по-русски. Одинокий человек осуждает смерти десятков тысяч украинцев. Под трусливо нейтральным лозунгом, как всегда. Или вот еще одно великое российское восстание. За годы путинского царствования россияне окончательно растеряли и смелость, и гордость. Поэтому их так легко подавляла полиция и спецслужбы. Автозаки, трусливые и безучастные свидетели, страх перед ОМОНовцами. А теперь вот Кремль пообещал Ирану, что может научить, как подавлять протесты. Для этого, по данным Европейских разведслужб, Путин может отправить в Тегеран руководителей ОМОНа. Те хорошо знают, как управляться с дубинкой. Дружественный урок от Путина – благодарность за дроны и уроки управления ими. От одного диктатора другому. Такой вот обмен опытом. Только вот под одним из них власть уже шатается. Революция продолжается. А другой запугал свой народ настолько, что они даже умирать идут, лишь бы не в автозаке оказаться. В нормальных условиях, наверное, трудно было бы это и сделать. У властей Ирана и России много общего. Оба кровавые диктаторы. Оба угрожают миру ядерным оружием. И главное – в обеих государствах детям с ранних лет прививают ненависть ко всему миру и учат убивать. В Кремле для этого придумали юноармию. Какая красота! Какая мощь будущей России! В Иране ушли намного дальше. Юноши, которых им нету 16 лет даже, с бронежилетами, с оружием. И, возможно, их будет использовать против митингуши. Во время протестов иранская полиция задержала 14 тысяч людей. Всех их власть планирует казнить. А остальных еще жестче наказывать за нарушение религиозных правил. Ведь есть еще одно общее у диктаторов – скрепы. В России любят поучить святости. Особенно маленьких детей, которые не способны дать отпор агрессии. Это Путин любит. Одной рукой он держит красную ядерную кнопку, второй ставит свечу за свое здравие. Но когда здоровается с иранским духовным лидером Али Хаминеи, не замечает, что тот протягивает левую руку, нечистую. Дурно пахнет от человека, да. Заразиться от него чем-то можно. Приходится сжать руку, но потом хочется эту руку помыть. Но пока оба кровавых лидера запятнаны кровью, как не отмывайся. Все узнают в тебе убийцу. Пусть живет Ленин! Пусть живет пролетарский национализм! Бывший кубинский диктатор Фидель Кастро был примерным учеником Кремля. В 1962-м по наставлению Москвы он спровоцировал Карибский кризис. Разместил на Острове Свободы советское ядерное оружие, нацеленное на США и приведенное в полную боеготовность. Решалась судьба мира. Мало кто сомневался, что если начнется война, это будет ядерная война. Тогда все закончилось перемирием. А Москва опустила глубокие корни в чужой стране. Приручали друзей, как обычно. Сначала поставляли кубинцам еду, потом зародили там пионерское движение. Дожившее, к слову, до наших дней. Главным бонусом стали колоссальные денежные займы Кубе. А уже при Путине жест доброй моли. 90% этих денег Кремль решил не требовать обратно. Приняли решение списать прежние российские долги в объеме 35 миллиардов долларов. Такую сумму можно было потратить на улучшение жизни в самой России. Но куда приятнее приручить с ее помощью таких же правителей-изгоев. Сегодняшний лидер Кубы Мигель Диас-Канель охотно жмет руку Путину. По данным иностранной разведки, он готов разместить в своей стране российское вооружение. Терять Кубе особо нечего. 60 лет страна живет под жесточайшими санкциями в почти полной изоляции от цивилизованного мира. Так что вполне может научить россиян, как обходиться без Макдональдса и новых телефонов. Есть, правда, дополнительный урок. Факультативный. О том, как с танцами и криками «Ура!» радоваться смерти своего тирана. Диктатора Фиделя Кастро провожали именно так. Несчета и разруха. Пропаганда вместо свободы слова. И жалкий правитель. Наполовину тиран, наполовину мем. Здесь можно смотреть кино? О, нет, сэр, это окно. Мне не нравится. Северная Корея научилась у России всему самому худшему. Убедив свой народ, что так и выглядит рай на земле. Мне стыдно, что я так и не смог в полной мере оправдать возложенных на меня надежд. Наследный диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын – верный союзник Путина. Сейчас официальный Пхеньян продает в Россию военные ракеты для поддержки войны с Украиной. Но что это? Благодарность или бизнес? Большой вопрос. В 1946-м изможденную войной Корею разделили на сферы влияния Советский Союз и Америка. За долгие годы кремлевские вожди построили в Северной Корее коммунизм и культ вождя. Когда в 1994-м умер правитель Ким Ир Сен, а в 2011-м Ким Чен Ир, их провожали массовыми истериками и психозами. Народ прощается с любимым вождем. Бесконечные кадры коллективных приступов скорби. Взяв пример с русских, корейцы забальзамировали обеих диктаторов. Над телами колдовали те же московские специалисты, что обслуживали мумию Ленина. Правда, свой мавзолей корейцы построили побогаче российского. И перед людьми не стыдно, и на всех будущих Кимов места хватит. Магазины и квартиры, как в СССР. Убогая одежда и ужасная медицина. Все это наследие московских уроков корейским властям. Множество людей в Северной Корее разговаривает на русском. Но главное наследие России. Искусство беспощадной пропаганды. Так сейчас живут американцы. Пьют кофе со снегом и покупают оружие, чтобы убивать себя и детей. На заснеженных ветках нет птиц. Их съели голодающие люди. Маленьким деткам в 3-4 классе учителя предлагают на уроке природоведения кормить синичек, потому что они желто-синие. А еще лучше охотиться на снегирей, потому что снегирь – это птица, символизирующая клятву России. Из Ким Чен Ына, как из Путина, сделали всемогущего доброго правителя. По его велению всходит и заходит солнце. Они говорят, что дельфины живут под теплой опекой нашего лидера Ким Чен Ына. Настоящее лицо Кима – копия путинского оскала. Кремлевский диктатор не замечает, что помог вырасти и окрепнуть монстру, жестокому и циничному, как и он сам. Он грамотный абсолютно, грамотный и зрелый уже политик. Продавая России военные боеголовки, северокорейский диктатор спасает в первую очередь себя. Обложенный санкциями Запада, он потерял другие пути заработка денег. За время своего правления Путин убивал журналистов, оппозиционеров и политиков. Ким Чен Ын пошел дальше, убрав с дороги своих дядю и брата. И если придется, подберется и к Путину. Ведь главный урок Кремля он выучил лучше всего. Кто сильнее, тот и прав. Сложно поверить, но еще семь лет назад Александр Лукашенко яростно открещивался от имперских идей Путина и кремлевского влияния. Какой русский мир? Тогда можно сказать о белорусском, украинском каком-то мире, да? Это что, противостояние миров какое-то? Сейчас Беларусь стала не просто русским миром, но и ее вторым военным полигоном. С территории страны летят ракеты, которые убивают сотни украинцев. Мы участвуем там, мы это не прячем. Как я говорил, в спину русским стрелять никто не будет. С территории Беларуси. Александр Лукашенко верный слуга Путина. Кремлевскому диктатору он обязан классикой. Живучестью своего режима. На пост президента Лукашенко переизбирался пять раз. В 2020-м его очередная фиктивная победа вылилась в массовые уличные протесты. Это вот человек, которого скорая сейчас забирала. Шествия расстреливали снайперы, людей давили танками. Все происходило под прямым руководством Кремля, как и в случае с революцией на Киевском Майдане. Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв. Из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Учить Лукашенко подавлять бунты Путин не собирался. Кремль давно считает Беларусь своей колонией и лично решает, как ею управлять. Для свержения усатого диктатора больше не нужна толпа людей. Достаточно одного желания Путина. Главное чувство, которое заставляет большинство стран оставаться союзниками Кремля – страх. За потерю ворованных миллиардов, влияние в мире, высокий пост и жизнь. И все же круг соратников Путина стремительно сужается. Ранее дружественный Казахстан открестился от связей с Россией. Армения стремится выйти из марионеточного союза ОДКБ. Даже Китай намекает Путину – зря он начал войну в Украине. Все, что осталось сейчас у бункерного правителя – это мнимая дружба за деньги. Но когда тебя любят за хрустящие банкноты, это называется совсем иначе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова